Дамы и господа, добрый день, с вами сегодня снова Лохнин Павел И сегодня я расскажу вам о том, как нужно правильно настраивать кардан DW5000 Turbo В общем, все дело в том, что кардан я уже настроил А сейчас я вам просто покажу, что нужно делать Что нужно делать, что нужно делать Что нужно делать, чтобы он стал таким, каким сделал его я И так вот, собственно, он и есть, 5000 кардан компании Drum Workshop Вот, сделан он хорошо и опрятно А я настроил его еще так, что играть на нем просто замечательно Вот, выигрывать двоечки, играть мощные единички, все, что хотите Все с этой замечательной настройкой Смотрите, что нужно делать Во-первых, кардан нужно очистить от пыли Это очень важно Кардан должен быть чистый Вот, мы это совсем недавно сделали А вот стул что-то скрепит Ну да ладно Теперь переходим непосредственно к самому интересному Что нужно крутить, что как закреплять и в каком положении оставлять Собственно, с чего мы начнем? Начнем мы, само собой, с наших пружинок Поглядим, в каком они здесь состоянии Итак, пружинки закручены максимально Максимально, что левая, что и, соответственно, правая Это избавляет нас от геморроя с отстройкой левой педали По, собственно, натяжению одинаковой с правой То есть натяните максимально, они обе будут максимально натянуты и приблизительно одинаковые Конечно же, если у вас достаточно старый кардан, то правая пружина растянута больше И тогда я просто советую вам немножко заменить Вот Пружинки на другие Сходите в какой-нибудь магазин В какой угодно, не буду их рекламировать И купите там себе хорошие пружинки Многие компании их делают Купите две одинаковые и радуйтесь Вот До того, что мы поняли Пружинки натянуты на максимум Замечательно Далее, что у нас идет? Далее у нас идет высота колотушек Тоже, как видите, колотушки у нас выдвинуты максимально То есть вот Вот так вот палец здесь своем И все Колотушка торчит, собственно, здесь То есть это тоже вас не напрягает Очень просто определить, на какую высоту поставить стандартные ДВшные колотушки Просто высунуть их полностью До суда, в смысле То есть колотушка не здесь заканчивается Ее стержень не здесь, не здесь А вот именно вот тут По этому краю Меморилоки потом закручивать А теперь я вам покажу, какая здесь должна быть высота платформы Ну вот Собственно, девайс, регулирующий высоту платформы И одновременно градус колотушки У нас Вот он Собственно, как вы видите У меня он находится в положении плюс один Вот, соответственно, там же находится и левая Ну и в целом Получается все очень даже красиво Красиво, красиво Так что отстроите его так Поиграйте И порадуйтесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!